Разбираем 10 достопримечательностей Калининграда, ради которых вам обязательно стоит посетить этот город. Здравствуй, мой родной! Калининград! Рыбная деревня – торгово-ремесленный квартал, оформленный в стиле довоенного Кёнигсберга, совершенно не похожий на другие районы Калининграда. Его начали строить в 2006 году на месте старого рыбного рынка. Отсюда и название. Множество домов в стиле старой Германии, мосты, готические башни и замки, сувенирные лавки и уютные кофейни. Все это, похожее на красивую открытку. На башне Маяк есть смотровая площадка, с которой открывается панорама на весь город. С речного вокзала можно принять участие в прогулке по реке Приголя и полюбоваться на город с воды. В этом районе есть отели и рестораны разного уровня и цен, магазины янтаря, художественная галерея, спортивно-развлекательные центры, торговые комплексы. Как и в былые времена, здесь кипит веселая жизнь. Остров Канта, его еще называют Кнайпхов или Центральный. Одно из красивейших мест города. Главное его украшение – Кафедральный собор, построенный приблизительно в XIII-XIV веках. В нем находится музей, посвященный великому немецкому философу Эммануэлу Канту. Неподалеку на острове можно посетить и его могилу. Собор стоит в окружении красивого парка с тысячами редких растений из разных стран. Он называется «Парком скульптуры», потому что здесь также есть десятки статуй, посвященных талантливым и выдающимся историческим личностям. Местные любят устраивать на острове пикники с пледом, корзиной с сэндвичами и прекрасным видом на проплывающие по приколе корабли. Музей Мирового океана – это первый российский маринистический музей. На его территории работают научные лаборатории, проходят конференции, выставки и симпозиумы. В музее можно увидеть экспозиции, посвященные геологии Мирового океана, флоре и фауне. Тысячи образцов раковин разных моллюсков, более 300 видов кораллов, а в аквариумах плавают редкие тропические рыбы. Здесь хранятся первые модели подводных лодок, старинные якоря, пушки и настоящие суда прежних времен, такие как Витязь, космонавт Виктор Потсаев. Здравствуй, мой родной, Калининград. Музей Янтаря Единственный в России музей янтаря и один из главных символов Калининграда был открыт в 1979 году. Он расположен на территории крепостной башни Дона, немецкого оборонительного сооружения середины 19 века, на берегу озера Верхнее. Здесь все виды янтаря, в том числе образцы с включением остатков растений и животных. И самый большой в России янтарный камень весом 4 килограмма 280 грамм. Также здесь вы найдете ювелирные украшения, скульптуры и предметы быта из янтаря. Особую ценность представляют изделия, выполненные европейскими мастерами 17 века. Само здание музея тоже вызывает культурный интерес у туристов. Куршская коса В районе пролива Клайпеды есть узкая полоса земли, разделяющая Балтийское море и Курский залив. Длина перешейка 98 километров. Он тянется от Селиноградская до Клайпеды, Литва. В разных местах ширина Куршской косы отличается от 400 метров до 3 километров и 800 метров. Это уникальный природный заповедник с песчаными дюнами, живописным морем, чистым воздухом и танцующим лесом. Местные называют его пьяным, а все потому, что стволы хвойных деревьев изгибаются причудливыми зигзагами и петлями. Точных объяснений этому феномену нет, лишь множество предположений и баек. Если присмотреться, здесь можно увидеть следы косуль, лосей и кабанов. Около половины косы принадлежит России, а вторая часть – Литве. В 2000 году Куршская коса была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться до места можно на пароме или автобусе с экскурсией, либо своим ходом. Центральный парк. Центральный парк Калининграда находится на территории, которую раньше занимали парк Луизенваль и Третье Альштадтское кладбище. В начале XIX века здесь была летняя резиденция прусских королей. В парке можно увидеть беседку королевы Луизы, в честь которой называется парк Луизенваль, памятнику барону Мюнхгаузену и Высоцкому. Здесь большое количество ресторанов, аттракционы, батуты и детские площадки. Есть колесо обозрения, два фонтана и певческая сцена. В 2007 году парк получил статус культурного наследия города. Здравствуй, мой родной Калининград. Историко-художественный музей. Это главный культурно-исторический центр области. Головной филиал музея был открыт в 1946 году. Для посетителей открыты пять нематических залов. История региона, природы, археологии, войны и горизонты памяти. Здесь хранятся редкие коллекции книг, исторические документы, скульптуры, картины, изделия из янтаря и нумизматические коллекции. Художественная галерея. Художественная галерея существует с 1988 года и содержит уникальную коллекцию. Порядка 14 тысяч произведений искусства, среди которых экспозиция живописи, скульптуры, народных промыслов, истории и культуры Восточной Пруссии. На сегодняшний день это единственный художественный музей в области. В галерее можно увидеть артефакты социалистической эпохи конца прошлого тысячелетия и самую большую коллекцию известного художника Элия Билютина. Ежегодно здесь проводится до 50 временных выставок, в том числе из Третьяковской галереи в Москве, из Русского музея и Эрмитажа в Санкт-Петербурге, из Гёте-Института и других музеев. Здравствуй, мой родной Калининград! Площадь Победы Площадь Победы находится в самом центре Калининграда. Она получила свое название после войны. Площадь украшает Триумфальная колонна или Колонна Победы и памятный знак в виде восьмиконечной звезды, установленной в 2005 году, канун 750-летия города, а также Кафедральный собор Христа Спасителя. Зоопарк Калининградский зоопарк – один из самых больших и старейших зоопарков России. Был основан в 1896 году немецким предпринимателем Германом Классом. В году Второй мировой войны достался Калининграду. Здесь шли бои, почти все животные погибли. Сегодня вход в зоопарк украшен групповыми скульптурами, портретами разных животных. Сохранены некоторые исторические постройки. В зоопарке живут животные со всего мира. В центре парка есть фонтан, бьющий на высоту до 18 метров.